В парке новой культуры разбирают ледовый городок. Для горожан его закрыли 31 января, а уже на следующий день на площадке появилась тяжелая техника. За весь период работы главную елку Перворайска посетили более 60 тысяч человек. Мы оградили территорию для того, чтобы не допустить травмирования жителей города, которые идут тропой через зону памяти. Мы немножко попросили людей потерпеть пару-тройку дней, обойти площадку. Дальше мы запустили рабочих для демонтажа, разобрали ограждение горок ледовое, чашу разобрали, ограждение елки разобрали. Сейчас рабочим осталось завершить демонтаж металлического каркаса 24-метровой искусственной ели. Как говорят сотрудники парка, все ветви дерева поместили в специальные ящики. Их, как и деревянные конструкции горок, игрушки и гирлянду будут хранить до следующего нового года. Подрядчик планирует завершить все работы, а также прибрать территорию возле мемориала «Единство фронта и тыла» до 5 февраля. Иллюминацию «Звездное небо» от входа в парк до центрального кольца и светодиодные фигуры, украсившие новую входную группу на проспекте Ильича, обещают оставить. По-прежнему открыт бесплатный каток на площадке «Патриот», пока позволяют погодные условия. С 1 февраля парк новой культуры вернулся к привычному режиму работы. Он будет открыт с 6 утра до 10 вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова